Микс Ньюс Это Андрей и Наташа Мы празднуем 8-ю годовщину свадьбы в Италии На вулкане Везубия Стоим сейчас прямо у кратера и слушаем радиоболтком С помощью приложения Микс Медиа Радио Сейчас им тогда бесплатно вибрация Так что очень удобно слушать Вон там вот за нами прямо кратер вулкана Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире Как обычно в это время и в этот день мы подводим итоги недели Я думаю, что Возможно, многие обратили внимание на Заявление Латвийского комитета по правым человекам По итогам своего Исследования Касательно решения Кабинета Министров О котором тоже мы рассказывали И писая на нашем сайте Микс Ньюс РВ Как вы знаете, Кабинет Министров решил, что впредь Все экзамены в школах с билингвальным обучением Или как мы их называем Школа нацменьшинств Тоже все экзамены нужно будет сдавать только на латвийском языке Я напомню нашим радиослушателям, что и сейчас Вопросы для экзаменов тоже Даются учащимся Школу нацменьшинств на латвийском языке Но отвечать можно по выбору Или на своем родном, на русском языке Или на латвийском языке Больше такого выбора не будет Вот сейчас у нас в студии В качестве эксперта Тоже хорошо вам известный Председатель латвийского комитета права человека Владимир Бузаев, бывший депутат парламента Латвии Вот у вас было довольно жестко у латвийского комитета заявление на сей счет Что вас пугает или что вас возмущает? Здравствуйте, спасибо за возможность высказать свое мнение У нас пресс-релиз по этому исследованию Назывался очень просто Вредительство и очки потирательства И действительно исследование как бы разделено на две части Первая часть доказывает, что проекты правил кабинета министров не нужны вообще А вторая часть доказывает, что они составлены с грубым наруханием вообще правил составления документов Которые могут рассматривать правительство Я прежде всего хочу уяснить, что это пока еще проекты 8 июня их рассматривала первая инстанция обращения документов в кабинете министров Это Совет государственных секретарей И их отправили в несколько министерств для дачи заключения Потом будут еще два рассмотрения по регламенту На так называемом заседании комитета министров И потом министры могут принять, могут отвергнуть их голосованием Поэтому, когда еще этот проект находится в стадии обсуждения Очень полезно было бы высказать по нему свое мнение Что мы и сделали Хорошо Вот что это значит, исходя из ваших выводов Что кто-то может не подчиниться какая-то из школ И дать возможность учащимся отвечать на своем родном языке Все-таки есть же правила кабинета министров Да Теперь их правила, они предусматривают разные степени Свобода выбора языка экзамена В зависимости от возраста ученика В 12-м выпускном классе Там можно выбрать только язык ответа А в 9-м можно выбрать еще и язык На котором будет изложено экзаменационное задание Учащиеся, по-моему, в конце календарного года Еще должны написать соответствующие заявления Чтобы там чиновники подготовились И это задание им выдали Вполне нормальная, разумная система И поэтому непонятно С чего бы это вдруг Правительство решило полностью поставить на ней крест Что интересно Международных рекомендаций в этой области практически нет Хотя очень много международных рекомендаций В отношении обучения на языках меньхенств Которые сводятся к тому, что чем больше этого обучения Тем лучше для хкольников И как постулируется, что язык экзамена Это часть языка обучения Но в марте 2017 года появилась большая книга Специальной докладчицы ООН по делам на Смельхенств И там был затронут язык экзамена И в частности там сказано Что язык экзамена Долгом быть на том языке На котором проходила большая часть обучения И второй постулат Насчет вступительных экзаменов в вузы Там несмотря на то, что обучение продолжается на государственном языке Экзамена Галательно все-таки проводить на языке Гарантированно подят нам абитуриента Или, если это невозможно Обеспечить условия Я напомню, что одним из элементов Предлагаемых Министерством образования по праву Является еще запретой экзаменатора Баб Волоса Хотя бы словом Не на государственном языке То есть, как бы, все прям противополохно Международным рекомендациям Хотя они прямо к Латвии, конечно, неприменимы У нас страна уникальная Обучение только уникальное И мы вообще на эти рекомендации внимания не обращаем, да? Ну, мы постараемся сделать Пусть кто бы обратили Потому что это исследование Оно в крайне хатом виде Упомянуто на хам Сообщение комитета по рамочной конвенции На Сминьхэн Еще не отправлено Много переведенным на английский язык Поэтому мир узнает о наших экспериментах Еще до того, как они осуществятся на практике Так вот Начнем мы Хотя бы интересоваться Вообще На каком языке И какие вообще экзамены сдают Хкольники Естественно Этого Хотелось бы Эту информацию найти В самих правилах Предлаганных Министерством образования К ним написана Как-то пухлая аннотация Но там даже Перечень экзаменов Которые Сдают Представители На Сминьхэн Не описан На хамисследовании Он, конечно, описан Для девятиклассников Это два экзамена Это математика И История Латвия И В действующих Билингвальных моделях Которые Само Министерство образования Коуму Предлагало Видно Что в преподавании математики На протяжении всех девяти лет Доминирует в основном Родной Как правило Русский язык А кто касается Истории Латвии То она преподается Билингвально Почти во всех моделях И только в последнем классе На латышском языке Как раз Вот это вот Билингвальное преподавание Вполне естественно Предлаганием его И является экзамен На котором выбирают Или один язык Из этого билингвизма Или второй И поэтому И с этой точки зрения Правила Не обоснованы И странных Это в них вообще Этих рассуждений Практически нет Хорошо А вот все-таки У вас большой опыт И политический И правозащитный Для чего все это было сделано Это что Это попытка Не знаю Показать Что лучше переходить И сразу полностью На государственный язык Обучения Или это просто Какая-то чиновничная глупость Какие версии есть Ну Первая версия Это конечно Сами аннотация К правилам Кабинета министров Там написано Что Вот Этот Выбор Без выбора Исключительно Латвичского языка Он конечно Укрепит Конкурентоспособность На хоккольниках И Даст им Большие преимущества На рынке труда И Кроме этого Позволит им Продолгать Обучение Профессиональное Где Все И так Ухэ Полотых Начнем С укрепления Конкурентоспособности Ухэ Был проведен Первый Полномахтабный Эксперимент По постановке Двух Заведомо Неравных Групп В равные условия Ну например Допустим Грузчику Предлагат Состязаться С хвией Стеголы Отлететь Или Скагов Дельфина И слону Соревноваться В плаванде Или Наоборот В беде Пасаваня Таким Соревнованием Является Единый Экзамен По Латыхскому Языку Средних Коля Когда Дети Нах Дети Не только Три года Обучаются По программе Сверхенно Идентичной Латыхским Детям Ну и дают Единый Экзамен Как только Это Введено Было Показатели Русских Хкольников Резко Ухудхались Как по сравнению С ними Самими До Введения Этого Замечательного Мероприятия Так и тем более По сравнению С Латыхскими Хкольниками Причем Немедленно Результаты Экзаменов Были Засекречены И отдельно Их найти Быловка Нельзя Но благодаря Тому Существует В базе Данных ИСЦЕК Организация Которая Проводит Централизованные Экзамены Сведения По каждому Хкольнику С указанием Того типа Хколы Которую Он Кончал Мы Эти исследования Обнарухали Например В основных В средних Общеобразовательных Дневных Хколах 138 ЛТХ Получили Самую Вых Категорию С ХСТ На этом экзамене И только 8 Выпускников Комнат Мельхер Это у нас Как раз В принципе Не только Выпускной Экзамен Но и Вступительный Экзамен В ВУЗа И эти баллы Прямо Учитываются Принять Или не Принять Ребенка Вообще И тем более Принять ли Его на Бедхатные Места Вот такое Улучшение Конкурентоспособность Причем Там Ух Заведомо Известных С ВУЗами Большие проблемы У представителей Нас Мельхэнс По крайней мере Студентов Среди студентов Обучающихся В ВУЗах Их только Двадцать Двадцать Хотя Среднюю Сколу Кончает Двадцать Восемь Процентов Из всех Учащихся Явная Диспропорция Причем Она Увеличивается Со временем Итога Никаких Статистических Данных Нет Это результаты Анализа Пяти Опросов На Совершенно Другую Тема То есть Фактически Местерство Образование Себя Не затрудняет Актуальными Исследованиями На сей счет Нет Ну Почему Приведено Сверхонактуальное Исследование Которое Звучит В ТУГ 85% Школьников Национальных Мельхэнс Выбрали Латексский Язык В качестве Языка Централизованного Экзамена Это Соответствие Действительности Это Соответствие Действительности И Приведено В обоих Анотациях Как для ликвидации Выбора И законно Централизованных Экзаменов Так и Децентрализованных Вот Кстати Девятиклассники Которых Во-первых Двое больше Чем Девнадцатиклассников Они никаких Централизованных Экзаменов Не сдают Это Математика История Латвии Это Децентрализованный Экзамен И Про статистику Вот этих Экзаменов Которые Составляют 83 3% От общего числа Нет данных Вообще Но вы представляете Себе Допустим Как бы На хуторе Когда Разводят Скот Вообще Когда Приходит Скот С падбища Его Каждый раз Поголовно Пересчитывают Чтобы определить Не сблудился Или там Кто Не говоря О расчетах Для корма На зимний Период Ну вот Здесь Вот Показатель Как бы Сколько Там Тех Людей С которыми Обращаются Так Как Вот На ферме Сдохнет Это Никого Не интересует Например Следующий Вопрос Был А могут Ли вообще Кольники Сдать Экзамен Которым Министерство Образования Предпочитает Не задаваться Статистика Например В основной Коли Она По 2015 Году Когда мы В последний раз Этим Занимались Следующая 22% На две Них Категория Это значит Они в принципе Никакой Экзамен На латышском Мезуте Сдавать Просто Не мог Вот 70% На среднюю Категорию У них Возникнут Проблемы То есть Они дадут Его Горех На латыш Возникнут Возможно Все-таки Сдадут И только У 8% Никаких проблем Не будет Это категория Ц1-Ц2 И Не этой Статистике Вполне Достаточно Чтобы Министерство Чтобы Кабинет Министров Отказался От этой Идеи Если они Руководятся Здоровым Смыслом Насчет Статистического Обоснования Вообще Эта идея Мне Приходит В голову Братское Министерство Экономики Которое Подготовило Недавно Столько Худки Проекты Законопроекты О договорах Найма Которые Представляют С собой Сверхенно Смертельную Верили Хольцов Денционализированных Домов Так в Аннотации К этому Законопроекту Не было Вообще Никаких Цифр Не было Например Дах И численности Тех договоров Найма Которым Применяется Этот закон Не говорю О численности Хольцов Денционализированных Домов Ну и экономика У нас соответственно Такая И к сожалению Вот выборочное Исследование Работа Двух Министер Я могу сравнить Советским Временем Мы писали Научные Отчеты Там был Строгий Регламент ГОС Если там Были какие-то Отклонения Не приведены Какие-то данные Нам устраивали Головомойку Заставляли Все переделывать И после этого Доступали Орг-выводы Вообще Здесь не наступит Судя по всему Все-таки Владимир Хотел вас уточнить Юридические последствия Можно ли Вот если Предположим Родители посчитают Что из-за этих Правил Кабинета министров Когда будут сданы Экзамены Оценки у ребенка Централизованных Экзаменов Ухудшились К примеру Они могут обращаться В конституционный суд Теоретически Или вы не видите Тут никаких Юридических Перспектив Я считаю В последнее время Это результат Одного промехуточного Кругного суда Эстония Который заявил Чего вы вообще Хотите Вот вы Эстонские Дети По-разному Обучаетесь Эстонскому языку Он преподается У вас Как иностранный По углубленной Программе И экзамен У вас Разный И если бы Экзамен у вас Был одинаковый И методика Преподавания Одинаковая Это была бы Дискриминация Как бы С удовольствием Готов предоставить Эту копию Рехеннина Министерству Образования Да Еще так Чтобы вот эту тему Как бы Подытожить Насколько это Возможно Можно ли сказать Что все-таки Ваш опыт Политический В том числе И чутье Подсказывает Что вот это Очередной шаг К тому Что потом Полностью Весь процесс Обучения Перевести Только на латышский язык Мы знаем Позицию Пример одной Из правящих партий ТБ Весу Латвии Которая все эти годы Последовательно Требует Настаивает На том Чтобы весь Учебный процесс В школах Нацменьшинц Тоже был На госязыке Тогда правда В принципе И школы нацменьшинц Как таковые Больше не нужны Нет Ну это как бы В общем Аналог Батустанов В Югной Африке Где были Специальные Экколы Для белых И школы Для негров В которых И язык был Одинаков И все другое Но просто Как бы Очень хорох Это негры Занимаются В отдельных В школах То есть По этому пути Вы считаете Это вовсе Это вот Как бы Полный перевод В школы Минхенц Нацменьшинц Это вот Будет полная Аналогия С Югной Африкой Но есть Одно Но Это вовсе Не позиция Национального Объединения Как такового Это позиция Всего правительства Она прямо заправлена Закреплена В коалиционном договоре Где сказанных И в период Своих полномочий Они кончаются В ноябре 2018 года Если на минуточку Да Вот Должны быть Унифицированы На базе Латышского языка Всехкольные программы Вот такая Формулировка И как бы Это Первый Рехательный хак В этом направлении Он должен получить Адекватный ответ Хотя бы на интеллектуальном уровне И этот ответ Как вы видите Дан Да Спасибо большое Ответ действительно дан И с этим ответом Можно на сайте Латышского митета По плану человека Ознакомиться Действительно На мой взгляд Весьма грамотное Подробное Исследование Приверемся ненадолго Новости рекламы Во второй части Поговорим вообще И об этом в том числе И о других темах Которые действительно Касаются Прав человека Не переключайтесь Микс Ньюз Я слушаю радиостанции Микс Медиа Групп Через приложение Микс Медиа Радио Сопредседатель Латвийского комитета Правом Человека Владимир Бузаев У нас в студии Прямого эфира 612-939 Телефон прямого эфира Мы говорили в первой части Об этих правилах Кабинета министров Которые Фактически Ну предписывает Или обязывает И учащихся Школу нацменьшин Централизованные экзамены Сдавать Только на латышском языке И все остальные Тоже И все остальные Тоже Получается так Да Хотел спросить Не является ли Это вот Не приведет ли это К тому Что так дальше Тихо-тихо-тихо-тихо И в какой-то момент Все будет только На латышском языке Все обучение И закон об образовании Не надо будет менять И скажешь Что это инициатива Самих директоров школ В принципе Возможно Очень Много Пройти На пути Полной ликвидации Образования На языках Минхенш Не меняя Закон об образовании Вот это вот Как бы Очень эффективное Орудие Которое Которое Придумало Ходорский Сейчас Я хочу отметить Что он касается Вообще И частных Кол Этот проект Правил Кабинета Министров Потому что Экзамены В частных Колах И В самоуправленчествах Сдаются Подним И тем Государственным Стандартам Поэтому Они только Вынуждены Будут Приспосабливаться В своем языке Обучение К этим Требованиям А язык Частных Кол Законом Вообще Не регламентирован Вот так-то Кстати говоря Да Вот Как бы На протяжении Периода Прохочивая Послескольная Революция Там было Много Таких Мелких Хагов Наиболее Крупный Был Это Единый Экзамен По латышскому Языку Последствиях Которого Я рассказывал Например 2012 Года Так называемые Водлинии Руководящие Палахэня По образованию В детских Садах В котором Латышский Язык Во всю Ухо Используется Воспитание Совсем Маленьких Правда Дописанных В игровой Форме Но зато Если В возрасте До пяти лет Если я не ошибаюсь Три раза в неделю То после пяти лет Ухо Каждый день Я напомню Что у нас Объединение Собирало Свои подписи Под изменением Конституции С целью Ликвидировать Вообще Все образование На языках Меньхинства Его предлагание Было Начинать Это делать С детских Садов И вот Начинание Подхвачило Поголос Это Утверденная Практика Вот Язык Выбора Ответов До олимпиады Преимущественно Латыш Специальные Правила Есть В зависимости От уровня Олимпиады Государственная Или районная Там Ученику Или разрыхается Или не разрыхается Пользоваться Словарем И так далее Двихание В одном направлении И было бы Неплохо Вспомнить Славную Историю Хтаба Защиты Русских Кол И главных Правительств О ней Вспомнило Да Вот Такой вопрос Которого Хотела задать Я понимаю Что мы сейчас Говорим В такой форме Допущения Но предположим Что если бы Сейчас правящая Коалиция Решила Уже До юра Закрепить Перевод всех школ Только на гос язык Удалось бы Повторить Вот эти вот Школьные протесты 2003 года Когда были Вот эта процентовка 60 на 40 Или сейчас Ваши ощущения Народ не тот Никто ни на какую Никакие с протестами Не выйдет И так далее Мы главным образом Мы говорим Сейчас об исследовании Да И там Вот как раз На эту тему Есть интересная вещь Там В иннотациях К обоим правилам Адресованным Стархоклассникам Хто Хкольникам Основной Хколи Сказано О том Что вы будете Потом обучаться В профсих Училищах А там Ух Все Молодых Это действительно так Сейчас Только 5 процентов Учащихся ПТО Обучаются На родном языке По-моему Есть только Две группы В Риде И в Даугах Пелся Вот Не хватя на то Что Детей Соответствующего Возраста 28 процентов У нас Мельхен То есть Это полная Катастрофа Она прохла Без всякого Сопротивления Совершенно Незаметны И теперь Как бы В общем Планирование От достигнутого Плохой принцип Да Ну вот Нам теперь Предъявляют То Что они Сделали С профсих Образованием Они предъявляют В качестве основальных Чтобы поступить Так И Общихкольным Образованием Я еще добавлю Что Результаты Централизованных Экзаменов В этих ПТО Они Вообще За всякие Рамки Выскать Там Невозможно Проследить Этническую Предотлегность Экзаменуемого По статистике Но Настолько Хухо Чем Скажем Дага Не в димназиях А просто В общеобразовательных Эколах И как результат Это Доходство Русских Детей Которые Получают Образование Долотых Без тех Которые Они знают Достаточно Чтобы Вегливо Объясняться С лотыхами На улице До Недостаточно Чтобы Знания На нем Получать Да Примем Звонок Добрый день Слушаю вас Внимательно Алло Добрый день Ну Вся эта Языковая История В принципе Известна Уже 25 лет И Вот Вы все Правильно Обосновываете Я Полностью Согласен Но Нет ли Возможность Борьбы Юридическом Через Конституционный Суд Или Через Европейский Суд Потому Что Надежды На то Что Кто-то Выйдет На демонстрации Это Вряд ли Потому Что Как Показывает Мое Общение Просто Люди Предпочитают Чтобы Их дети Уехали В страну И продолжили Где-то В более Цивилизованном Государстве Жизнь И образование Те Которые Имеют Такую Возможность А те Которые Не имеют Просто Борются За то Чтобы Зарабатывать Себе На жизни Им Не до Борьбы Политической Или Языковой Да То есть Мне кажется Что единственный Выход Если есть Если он есть Спасибо большое На юридическом Поле Частично Уже Владимир Отвечал Но Это Видимо Специфика Радиостанции Может быть Радиослушатель Сейчас Подключился Да Я Как бы Могу И повториться И добавить Дело В том Что Латвийский Комитет По правам Человека Хороко Использует И отбирает Специально Те Индивидуальные Халобы Которые Прохли Все Судебные Инстанции Внутренние Которые Могна Актуализировать На уровне Конституционного Суда И На уровне Как бы Европейского Суда По правам Человека Пример Это Халобы Депутата Лепойской Думы Она За это Время Стала Депутатом По поводу Таблички Которые Она Лепой Повесила На своем Доме С названием Руцева Съела Политкорректно Модали Ул Руцева Руцева Стрит На обоих Этих языках Она благополучно Проиграла Все Внутренние Суды И мы Помогли Составить Костритационный Суд 1 января Суда Принял Его К рассмотрению И Как раз В июне Месяца Он Не улохился В установленный Срок Подготовки Дела Потребовал Привлечения Международных Экспортов И Дело Будет готово К рассмотрению Теперь Только В конце Августа Для этого Конечно Нужно Внимательно Искать Родителей Их Лающих Покалов Чтобы Действительно Их дети Пострадали Но Есть И более Простой Путь Я призываю Всех Нерододухных Из Сто умных Голов Собрать 20 Подписей Депутатов Сейма И подать Соответствующий Экспортиционный Суд Если У них Как-то Проблема С Помогниками Которые Могли бы Его составить Латвийский Комитет По правам Человека Могут Оказать Об эту Услугу Это Возможно Как только Сами Правила Сступят В силу Обсуждение Проектов Допустимо Только В исключительных Случа Ну Вот Один Из прямых Путей Например Такой Хорошо Такой вопрос Который Хотел Задать С чем Сейчас Вообще В Латвийский Комитет Я считаю Что одна Из таких Старейших Организаций Второй Республики Правозащитных С чем Сейчас Люди В основном Обращаются Чаще Всего Может быть Жильцидные Домов О них Мы тоже Поговорим Где-то 80% Халоп Касаются Проблемы Выхывания Право Нахизнь Как мы Условно Немного Конечно Преувеличивает Называем Из этих 80% В данном Квартале 60% Это Хилье Вот А 20% Это Вопросы Пенсии Меня Как Правозащитника Конечно Интересует Больше Оставки 20% Там Львиная Доля Обращения И событий Была связана С наруханием Свободы Собрания 11 марта Когда задергали Пятерых Человек Причем Двоих Там Волокли По асфальту Зато Они кричали Факас Не пройдет На минуточку Кричал Только один Но Трафовали Обоих Друзей Он только Спрашивал У полиции Не трогайте Его Что вы делаете Вообще Вот А законные Требования Полиции За наруханием Которых Ему Предъявили Статью Заключались В том Как к нему Подкрались Двое полицей В тех Зарате И схватили Сзади И схватили И вот Зарате Такое Невербальное Представление Законных Требований Вот Толь Пример Есть еще Проблемы Там Связанные С работой Общественных Организаций У нас Видимо С 18 Года Появится Много Там Интересного Потому Что для Руководителя Общественных Организаций Ух Учердил Кабинет Министров Это нужно Знать На категорию Ц1 Это Например Относится К организации Ветеранов Великой Отечественной Войны Им придется Руководство Формировать Видимо Из одних ЛТХ Хабо удовлетворить Требования Законных Потому что Иначе Ветераны Великой Отечественной Собираться Вместе Не смогут Похоже Ну Должен быть Однополчанин 130-го Латвийско-стрелкового Корпуса Обязательно В руководство Иначе Не пойдет Дело Да Лучше Чтобы они Все там Были Да Вот Или Допустим Пухтинское Общество Того Да Придется Искать Любителей Пушкина 6212939 Рефон прямого эфира Я чуть-чуть Сам начальник сказал Что мы успеем Обсудить Вот Эту проблему Жильцов Донационализированных Домов Теперь У Латвийского Комитета Правого человека Видимо Скоро будет Опять Работенка В этом плане Поскольку Мы знаем Что Министерство Экономики Подготовил Новый законопроект Об аренде Жилья И я так понимаю Что там Вообще Не предусмотрены Бессрочные Договора Но при этом Министерство Экономики Успокаивает Что это К жильцам Донационализированных Домов Отношения не имеет Так имеет Или нет На ваш взгляд Ну Министерство Экономики Ухэ Насколько я помню В первый раз Представляет Подобные законы Проект В первый раз Их сильно Задолбали И вернули Кстати Одной Из Причин Возврата Был То Они не предоставили Статистику Вообще О чем идет Переящее Они не предоставили Статистику На этот раз Но Если В законе В самом Законопроекте Тексте Лициденционализированных Домов Не упомянуты Вообще То зато В аннотации Упомянуты Почему-то Только они И сказанных 1500 человек Стоящих На учете 1500 семей Стоящих На учете В Рихской думе Ну во-первых Как бы Латвия Не за мной Ридис Стоит Во-вторых По исследованию Нах Ребят Которые Трудятся Не только В комитете Но и в ассоциациях Лициденционализированных Домов Где-то Примерно Только 30% Могут Стать На учет В Рихской думе Потому что Там хостит Требования Подохода Если Случайно Допустим Возврат За лечение Зубов Получих В общем В одном Месяце Месяца Своей Слегку Большой Пенсии То вылезти Просто из очереди Да Вот Ну и к тому И вообще Нет никаких Данных О количестве Этих Договоров Наймы Сколько людей Хватит Договорами Домов Ну так В том числе Ну в том числе И в первую очередь Потому что Специально для них Он предназначен В адаптации По крайней мере Никакие другие Категории Нанимателей Не упомянуты Это Оговорка По фрейду Как говорят Хорошо А зачем Это сделано Ну Как Обычно Парламент Это вообще Хирокое Представительство Вообще Различных Слоев Населения Имеющих Разные Интересы И Слои Населения Представлены В парламенте И в латвийском Во многих Других Не пропорциональны Их чистенности А пропорциональны Их влияют Ну Так вот Лобби Хозяев Денационализированных Домов И особенно Фирм Которые В массовом Порядке Скупили Эти дома Оно Как говорится И заказало Так что Это Я думаю Проект Чисто заказной И Все Ассоциации Хельцов Денационализированных Домов Которых Достаточно Много Это Мое Независимо От них Мне не разделяют Может быть Такой последний вопрос Чтобы подытожить Нашу беседу Все-таки Ваши ощущения Поскольку Вы давно Работаете Вот на этой Правозащитной Ниве В Латвийском Комитете Правочек И активно Защищали Людей Когда работали Депутатом Сейма Ситуация Правозащитной Области В Латвии Улучшается Ухудшается Или Вот те проблемы Которые есть Они как бы Законсервированы И не решаются Годами Вот Это очень от области Правозащитной Да Если говорить О плохом Организации Натминхенства 2014 года Ощущается Огромное давление Я уже говорил О правилах На каком языке Должны говорить Руководители Но кроме этого Есть Прямое Преследование Например Публикация Их годная В отчетах Полиции Безопасности В открытые Имен Фамилии Фотография Вот И Упоминания В контексте То вот Они В ради Латвийского народа И всего Цивилизованного Мира Попытка Судиться С ними Как это Сделала Например Елизавета Кривцова И пользуясь Случаем Поздравить Эту Известную Правозащитницу Собрания Депутатов Юрбольской Думы Она Проиграла Окружной Суд И Как бы Внутри Латвии По всей Вероятности Ничего Не светят Например Один из Наиболее Активных Проводников Референдума 2012 Года За предание Русскому Языку Официального Статуса Иларион Дирц Он вынужден Был эмигрировать Из Латвии Получил Политическое Убег Еще в Россию Он Обратился К нам И мы Написали Ему Письмо В котором Мы охарактеризовали Как с ним Обращаются Благодаря Этому Я познакомился С детской Тебе Сверхат Экзотическими Уголовными Делами Прихытами Грубо говоря Илариона Ну например В общем Рыхавый Патрон Времен Второй Мировой Войны Найденной В его Квартире Во время Очередного Обыска По Сверхат Другому Поводу Побудил Начать Уголовное Дело О незаконном Хранении Оборота Орухи Да вот В принципе Они все Такие Его Уголовные Дела Обыск Был проведен После того Как он Самодонес На себя В прокуратуру Заявил Что он Считает Советский Рейх Вполне Терпимым И никаких Преступлений Против Человечества Особенно На территории Латвии Он Не сверхал Статья 74 Дробь 1 В новой Редакции Уголовного Кодекса Да Спасибо Большое Вот такие Интересные Повороты Владимир Бузаев У нас Был в студии Сопристоят Латвийского Комитета По правам Человека Бузаев 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 Бузаев